всем привет я приехала в торговый центр французский бульвар сейчас я вам его покажу у нас весна 1 марта всех поздравляю с первым днем весны в общем у нас то солнце то дождь я с зонтом ладно будем лазить мне надо найти джинсы для мам определенные сегодня здесь учебные мало людей так как будний день и вот тот магазин который мне нужен в общем забрала я уже джинсы мне даже сделали скидку в 50 гривен на минуточку в брендовом магазине империал это итальянский бренд созданы еще в 1800 каком-то году в общем но хорошие там качественные вещи уже не первый раз покупаю но я купила не себе своей маме она вечером померять и решим оставлять их или нет но надеюсь подойдут пойду еще попрошу по магазинам а и У меня появилось еще одно задание. Найти туфли без каблука. Пойду посмотрю в Феллине. В общем, нет у них еще туфлей. Сказали, привезут позже. Смотрите, какие я тут нашла классные инсталляции. Цветочное кафе. Хэштег, ищите. Прикольно. Такие классные цветы. Так, вышла я уже с торгового центра на площадку второго этажа, чтобы показать вам нашу местную Эйфелеву башню. Харьковского разлива, так сказать. Я не знаю, я хотела бы туда залезть, но сейчас там девочки сфотографируются, и я полезу. Очень мало людей, и я буду смотреться странно на фоне девочки с камерой. Пусть она сфотографируется. В общем, французский бульвар ведь должна же быть своя Эйфелева башня. Сейчас девочки сфотографируются, и я тоже залезу и покажу вам оттуда вид. Конечно, вечером она смотрится красивее, она вся светится. Тут светится сердечко, внизу парковка. Было бы круче, если бы тут еще рядом было кафе. Я не буду мешать девочке фотографироваться, я стану с другой стороны, покажу вам вид просто. Вот это сердечко, которое почти не сердечко, тоже ночью светится красненьким. Вот сам торговый центр. И вот я. Очень, в принципе, симпатичный вид, если бы не заправка, которая находится совсем рядом. Иду я уже с французского бульвара. Я решила не ехать ни на их бесплатном автобусе, ни на трамвае. Думаю, прогуляюсь. Дождя нету, тепло вроде бы. Нормально, в общем. Хотела раньше начать записывать. Но дело в том, что я шла мимо частного сектора, и там вышла цыганка с ребенком. Я знаю, когда я вижу этих людей, они сразу начинают приставать. Я иду себе спокойно, никого не трогаю. Сигаретки не будет. Я говорю, а вы видите, что я курю? Говорю, какая сигаретка? Ладно, сколько время, не подскажешь. В общем, лишь бы приколупаться. И не важно, надо ей это время, надо ей эта сигаретка. В общем, лишь бы прицепиться, и все. О чем-нибудь поговорить. И потом начинается. Вот я вижу, твой король там тыры-пыры, тыры-пыры. И пошло-поехало там с три короба нагородит, что попало каких-то общих таких фактов, которые у всех случаются. Там или бывают, или есть, или не важно. Она такая, ну ладно, дай мне гривенку. Даешь ты ей гривенку, думаешь, отделался легко, ага. Не тут-то было. Она мне или траву завернет, я не знаю, плюнет или что-то. Скажет, вот бери. Значит, вечером там, я не знаю, до девяти выкинешь ее. Деньги выкинешь. Да пусть это даже гривна. Деньги выкинешь, нормально. А потом говорит, ну ладно, за то, что я тебе погадала, дай десять гривен. И ты десятью гривнами тоже не отделаешься. Ты даешь ей десятку, она на тебя так смотрит и говорит, да что, всего десятка, я вот тебе так нагадала, пожелала всего хорошего. И еще там у тебя будет и счастье, и радость, и все будет, и богатство. Все будет, все-все-все. Ну, в итоге, короче, еле отклипаешься от нее. Слава богу, сейчас обошлось без эксцессов. Она просто спросила, сколько время, а я просто на морозе, знаете, лицо кирпичом. И погнала мимо. Потому что, ну, как бы, знаю я, как они любят разговаривать. Поэтому я на это не ведусь. Ничего не имею против таких людей. Ну, там, я не расистка, там, или что-то. Ну, каждый может приколупаться, но они никогда не упускают своей возможности. Честно, никогда. А, еще хотела вам рассказать. Я, короче, шла утром платить за домашний телефон и выполнять мобильные операторы. Потому что первое число, а я на всех своих операторах перешла на такой тариф. Короче, что первого числа должна быть определенная сумма. И так получилось, что у меня ни на одном телефоне не было определенной суммы, которая могла бы сделать так, чтобы я звонила. В общем, пошла пополнять. А у нас в Укртелекоме поставили, давненько уже поставили аппараты. Которые автоматически, ну, как айбоксы, там, вот это все. И бабульки, дедульки, они просто не могут разобраться. Просто не могут поразобраться и понять, как там, что сделать, как заплатить. В общем, я пока там всем помогла, прошло уже полдня. Пока свою очередь еще выстояла. В общем, неимоверно тяжело им, я представляю, каково это. Они не понимают, что нажимать, что клацать им, объяснять, что там написано, не написано. Им все равно, они ничего не понимают. Половина еще немножечко слепые, поэтому тяжко-тяжко. Не знаю, зачем вы, ребята, такое сделали. Оставили хотя бы окошко для того, чтобы те, кто могут оплатить, они оплачивали. А те, кто не могут так оплатить, оплачивали, как и раньше, через кассу. Потому что я как туда не прихожу, я сначала помогу всем, а когда все разойдутся, я уже плачу сама. У меня такие грязные руки, просто караул. Этому пакету час от силы. Посмотрите, на что он превратился. Он весь пооблазил, и это все теперь на моих руках. Вот оно. Все черное, грязное, ужас. Я как будто мотор на машине перебирала, честное слово. Пакету часа нет. Я прям стихами заговорила. Ладно, короче, буду я идти уже в сторону дома. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok